От Кумертау, Башкортостан. Шатунов родился в машине скорой помощи по дороге в роддом. Маме Юры только исполнилось 18 лет. После выписки она уехала к родственникам в село Старое Отрада. Жизнь Веры Шатуновой с отцом Юры Василием не сложилась. Они развелись спустя три года. И мать дала сыну свою фамилию. Мама его забрала еще маленького и ушла от него. Василий Клименко и сегодня живет в городе Кумертау. После развода с женой отец Шатунова не проявлял интереса к сыну. Забота о нем полностью легла на плечи матери. Вера Шатунова никогда не унывала. Односельчане до сих пор вспоминают ее смех и звонкий голос. Она очень шустрая была, веселая. Любил петь, как вот субботники бывают. Там учимся живут. Окна моет, она окна моет и поет. Юра рос как обычный деревенский мальчишка. Любил яблоки из соседских садов. И у нас, во-первых, свои яблоки были, а почему-то у соседей в огороде вкуснее были. И дрался с местными пацанами. В старой отраде Юра пошел в школу. Добродушный, голубоглазый мальчишка с первого дня влюбил в себя всех одноклассниц. Я сидела на первой партии, и мы провели. Вот эта улыбка, она у него постоянно. Мне кажется, что в среднем и ночи он улыбался. Даже если ругали, он отходил в сторону и улыбался. Все. Все слова кончаются, конечно же. Юре пришлось повзрослеть за один день. 7 ноября 1984 года умерла его мама. Вере Шатуновой было всего 29 лет. Юре – 11. С этого дня жизнь Юры Шатунова изменилась навсегда. Родной отец не проявил к осиротевшему мальчику никакого интереса. Не пытался помочь или забрать к себе. Юра остался поначалу на попечении отчима. Он стал пропускать много занятий, и мы поехали вечером к нему. Сидит мальчишка, вот так, как звереныш. Темно уже, на уголочке, в доме, домишка такой. Из дома слышны песни, пьяные песни, гуляния вовсю. Он сидит, вот так вот накрылся, фуфайка сидит, выглядывает. Ты что, Юра, почему ты в школу не ходишь? Причин-то нет. Юра забрала к себе родная сестра матери – Люба. Она и отдала вскоре Шатунова в детский дом. У них случилось несчастье во семье. И получилось так, что тетя Любин муж оказался в местах лишения свободы. У тети Люба, у нее на руках двое маленьких детей, совсем малюсеньких, еще и племянник. Это та самая квартира, в которой когда-то не нашлось места маленькому Юре Шатунову. Отсюда его отвезли в детский дом. Как сам Шатунов относился к поступку своих родственников? Чувствовал ли обиду? Спустя годы он ответит на эти вопросы. Пример, когда родина не выбирает. Она есть и все. И ее надо любить такой, какой она есть. То же самое относительно моего детства. То есть оно было таким, какое оно должно было быть.